Простовер В конце этого ролика я вам расскажу А сейчас хочу продолжить разговор о Толстом Потому что на самом деле Мне кажется это важно Поскольку здесь уже не Толстой Как личность может быть А вот два миропонимания сталкиваются В Толстом Ну и в то время в царской власти Сталкивалась власть самодержавная Которая может всех держать в страхе и на крови С теорией то что можно все сделать по любви Не творя зло То есть вот основная теория Толстого И поэтому мне кажется это актуально сейчас Не только для России Но для всего мира Хотя я не вижу сейчас таких больших Каких-то злых выпадов в России Или еще что-то Но у Толстого зло было не только в том Что ты расстреливаешь Или там в тюрьму сажаешь Или еще что-то Об этом мы с вами сейчас и поговорим Но начну я с комментариев Которые написал Кто-то кто назвал себя Гули Гули Это явно какой-то анонимный автор И в общем достаточно у него Грамотный комментарий Но мы сейчас их обсудим Итак глядите Три комментария Гордыни Толстого не позволил войти в келью старца Он сам себя посудил что недостоин Не пожелал чтобы церковь его простила Из-за этого не сделанного шага в келью истории России Мира пошла тем чудовищным путем каким пошла Ведь вся история человечества за последние две тысячи лет Это ответ на вызов и выпады против Бога разного рода интеллектуалов Не было в нем никакого покаяния А его гордыня не позволила церкви его простить И вся история человечества пошла путем каким пошла Это второй комментарий Вот цена гордыни интеллектуалов Самосуд Толстого перед келью старца похож на самосуд Иуды Если бы Толстой смирил свою гордыню Смирил свою гордыню Позволил бы церкви себя простить То и революции бы не было И не было бы всех ужасов Великой Отечественной войны Гражданской войны И так далее Потому что Бог на практике Показывает все идеи интеллектуалов безбожников Безбожников И вот это ведь точка зрения О Толстом и о том что он предлагал Она ведь, можно так сказать, внедрялась в народе Все годы советской власти Хотя в годы советской власти И не трогали Толстого В его самых главных произведениях Которые он считал самыми главными произведениями Что мы знали? Мы знали, что вот он Анну Каренину написал Ну, был еще роман, который, значит, о революции Его Мы знали, что Ленин его зеркало русской революции назвал Но Все это было в какой-то степени С какой-то такой вот Что, ну, все равно он граф Все равно правильные вещи говорил Но говорил он их как-то Значит, все равно граф Все равно он Запрещали какое-то время Ведь какое-то время не изучали Ни Толстого, ни это Это уже после войны Появились его произведения в школе Но При этом основные произведения Духовности и о его Теории Непротивления Злоносилию Просто не выпускались Ну, они выпускались там В общем собрании Но кто мог иметь это общее собрание Толстого? Я вас уверяю Один-два человека в городе А остальные пользовались маленькими книжками Из книжного магазина И слухами Так можно сказать Поэтому вот лично мое Движение к пониманию Что же предлагал Толстого Оно очень медленное И только вот с наличием интернета Начинаешь искать И получаешь те Наконец-то произведения Которые действительно Грандиозные Действительно грандиозные Но Как его теория? В чем она была Отвергнута? И почему она была отвергнута? И Почему она на самом деле Актуальна в том числе и сейчас? Его теория любви Что все нужно вернуть к любви Что нужно перестать Участвовать во зле Отвечать на зло злом Непротивление злу Злом насилию То есть ты Зло не должен делать Видя что Творится какой-то насилие Некоторые считают Что это такое вот Согласие с насилием Все Насилия никакого Мы не видим Мы Наша хата с краю Мы не участвуем Ни в каком сопротивлении Нет Это немножечко не так Здесь речь идет У него В личном Участии человека Во зле И в насилии И Он доказывает Своим Учением Что Те кто оправдывает Насилие Те Участвуют в этом Насилии Вот Вот на этом Даже уровне И Он Описывает В чем конфликт С церкви Что он описывает Что церковь Поддерживает Войну Поддерживает Вот эти Расстрелы Которые И в пятом Году И во втором Году И в седьмом Году И в 1901 Году Там почти Каждый год Какие-то Такие Происходят Что церковь Все это Поддерживает Сама Участвует В этих Расстрелах Потому что Поддерживать Зло Это уже Участвовать В этом Зле Вот его Основная Теория Больше того Он говорит О том Что каждый Участвует Во зле Кто соглашается С тем Что это Зло Есть И он Кормится От этого Зла Ну в частности От власти И я Хочу Вас Перенаправить Может быть Вам будет Это интересно И вы Сами найдете И проверите Эту И Историю О том Как Толстой Повлиял На Индию В данном Случае Что Сначала Один Индиец Колумбийского Университета Обратился К нему Что А что вы Скажете О том Что Англия Делает С Индией Как Англия Поработила Индию Что нам делать И он Отвечает Этому Индийцу О том Что Ничего Подобного Англия Вас Не Порабощало Там Всего 30 Тысяч Англицев Англичан У вас Находится В Индии А вас 200 Миллионов Как могут 30 Тысяч Англичан Иметь В рабах 200 Миллионов Если Эти Миллионы Сами Не Участвуют В своем Порабощении И Описывает Ему Как Участвуют За деньги За согласие Участия Во власти Они И Неправедно Судят Они Являются Полицейскими Которые Неправедно Свой народ Бьют И все остальное Они Неправедно Ведут Финансовые Дела Воруя Вместе С этой Властью Вместе С этими Англичанами Он Говорит Вы Сами Себя Поработили И Пока Вы Не Поймете Что Вы Носители Любви И Нужно По Любви Каждому Быть К своему Соотечественнику Соотечественником И Братом Вы Никогда Не Освободитесь И Что Вы Думаете К чему Это Привело А привело К тому Что Учение Толстого Освободило Индию От Англичан И скажешь Ну батюшка Сказки Рассказываешь Как это Так А я Вам Приведу Письмо Лидера Этого Освобождения Махатма Ганди Нет Не письмо Я вам Он Написал В конечном Итоге Даже статью Мой Толстой Так И назвал Они Переписывались С Толстым Толстой Ему Послал Письмо В котором Рассказывает Как Любовью Победить Письмо Письмо Это было В 10 Году В 10 10 Году Это Уже Почти Перед Смертью Толстого Но он Не знал Что он Умрет Помните Он Неожиданно Простудился После И Значит Умер Он Ему Посылает Письмо И Ганди Восхищенный Книгой Толстого Он Для Дети Давайте я начну Просто Почитаю вам Из этого Письма Ганди Немножечко Некоторые Отрывки Ганди Мой Толстой 40 лет Тому Назад Когда я Переживал Тяжелейший Приступ Скептицизма И сомнения Я прочитал Книгу Толстого Царствие Божие Внутри Вас Кто Читал Книгу Толстого Царствие Божие Внутри Вас А я Вам Год Или Полтора Назад Рассказывал Что Гениальное Произведение Надо Всем читать У Толстого Он считал Что это Главное Его Произведение Действительно Восхитительное И Очень Ободряющее Произведение И Она Произвела На меня Глубочайшее Впечатление В то время Я был Поборником Насилия Книга Толстого Излечила Меня От скептицизма И сделала Убежденным Сторонникам Ненасилия Больше всего Меня поразило В Толстом То, что Он Подкреплял Свою проповедь Делами И шел на любые Жертвы Ради истины Удивительно В какой Простоте И скромности Жил Толстой Жил Толстой Рожденный Воспитанный В роскоши Комфорте Богатой Аристократической Семье Щедро Осыпанный Земными Благами Какие только Можно пожелать Этот человек Познавший Все радости Жизни Отвернулся От них В расцвете лет И никогда Больше Ими Не прельщался Письмо Достаточно Длинное Я не буду Вам все Зачитывать Вы найдите Те, кто Умный И прочитайте Его Я Резюме Конец Прочитаю Которые Махатма Ганди Махатма Ганди Признанный Лидер Освобождения Индии Махатма Ганди Признанный Можно так сказать Теоретик Правильного Освобождения У нас Стоит Памятник Махатме Ганди Вы помните Да 2 2 октября Будет Праздник Мир Без Насилия Всемирный Объявлен ООН С 2007 Года И это Праздник В день рождения Махатма Ганди То есть Весь мир Без Насилия Должен быть Но вы Слышите Где он взял Эту теорию Ненасилия Я заканчиваю Его статью С запада В нашу страну Хлынул поток Литературы Зараженный Вирусом Потакание Человеческим Слабостям Она преподносится В броской Привлекательной Форубе Поэтому наша Молодежь Должна быть На чеку Как никогда Наш век Век Меняющийся Идеалов И тяжелых Испытаний В этот Кризисный Период важнее всего Чтобы для молодежи Особенно индийской Стало примером Самоограничение Толстого Ибо только Оно может Даровать Подлинную Свободу Нам Нашей стране И всему миру Мы Мы Сами В большей Степени Нежели Англия Либо Кто-нибудь Еще Преграждаем Себе Путь К свободе Своей Инерцией Апатией Социальной Бездеятельностью Если мы Очистимся От этой Скверны Никакая Сила На земле Не помешает Нам обрести Сварадж Свободу В общем В этот час Испытаний Выпавших На нашу долю Молодежь Должна Непременно Следовать Трем Основным Заповедям Толстого Упомянутые Мною Выше Это выдержка Из речи Ганди В связи С столетием Со дня Рождения Толстого Она еще Видать Не полностью Здесь Приведена А вы Говорите Толстой Не покаялся Давайте Его Проклянем Давайте Его Погоним А Есть там Еще одно Письмо Ганди Толстому Он пишет Что Южные Африканские Индусы Освободились В 1910 Году Ганди Выпустил А он Выпускал Журнал Который Назывался Назвали Золотой Выпуск И В декабре По моему Десятого Года И в нем Был как раз Портрет Толстого Было Письмо Толстого Было Значит Его Рассказ Про то Как он Относится К Толстому И этот Выпуск Назвали Золотой Он Он Стал Как Для Русских Революционеров Выпуск Искры И Манифеста Вот Таким Документом Который Вел К освобождению Индии Которое Произошло И что Мы видим Отвергнув Толстого Мы получили Что Мы получили Огромную Кровь Огромные Репрессии Огромные Разрушения С трудом Перехватывает Это Разрушение Можно Так Сказать Эта Власть И Останавливает И В том Числе Ну Опять Миллионы 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 Сколько Мы потеряли Я Всегда Опираюсь На Подсчет Менделеева Который В 1900 Году Опубликовал Статью Что К 2000 Году В России Будет 600 Миллионов Человек Где 600 Миллионов Где Все Страны В несколько Раз Увеличились В течение Этой Истории За Столетия Россия Осталась На том Же Уровне Как и Была В 900 И 2000 Году 450 Миллионов Мы потеряли Отвергнув Что Толстого Мы Отвергли Вот это Понятие Любви Друг К другу Что Ганди Он же Предложил Тоже Свою Программу Очень Короткое Значит Сатья Ладно Можете Найти Где Он Вот это Что И Предлагает Толстой Утверждает Как Основное Действие И И в чем Это Программа Не Делайте Своим Зла Я Вот так Коротко Скажу Потому Что В учении Толстого Это И Есть Основная Его Линия Что Мы Участвуем Во Зле Тогда Когда К нему Либо Присоединяемся К этому Злу То есть Соучаствуем В том Что Делает Это Зло В лице Власти В лице Полиции В лице Значит Чиновников Там И все Неправедных Я имею ввиду Вот Праведные Правильно Правят И Участвуя В этом Сами Поступаем Неправедно То есть Когда Судья Неправедно Судит А у нас Считают Сейчас Что Просто Какая-то Кошмар Какой-то У нас Всего 2% Отказных Дел А 15% Официально Считается Сидят Безвидными В тюрьме Это ошибка Судебной Власти А я вам скажу Так Не ошибка Это все Вот такая Форма Судебной Власти Которая Зависима На местах От всего Остального Вот И она Живет Так что Если полицейский Принес дело Надо его довести До конца И осудить Потому что Полицейскому Будет плохо Мне будет плохо Меня не возьмут В следующий раз Полицейские Не попросят Чтобы я посудил Ну и так далее Целая куча Судьи Чиновники Не воруйте Вот в теории Вот в теории Толстого Что Главное Какое зло Не сотворять Чиновнику Если ты на месте На чиновничьем Не воруй Не устраивай Всяких гонений И все остальное То есть Каждый Праведно Себя Ведя В любви Проживая К остальным Окружающим И есть Тот Кто несет Свободу И освобождение Индия Выиграла Индия Освободилась Таким образом Вот Приняв Эту Теорию Толстого Непротивление Недействие Во зле Хотя Не отвергала Там и вооруженных Каких-то Этих Где уж там Зло За оружие Берется Индия Освободилась Но кроме Индии Кто Я Слежу сейчас За Китаем Больше того Ездят туда Наши все время Какие-то эти И я вижу Что они Ту же самую Толстовскую Теорию Проповедуют Где да Тот кто виноват Тот будет наказан Но честно говоря Уже Слишком Превеличены У нас Какие-то Количества Тех Кого Расстреливают Там Или еще Что-то Буквально Месяца два Назад Прочитал Что Власть Китая Очередной Раз Предложила Чиновникам Покаяться В любых Грехах Которые Они на месте Совершили Их простят И 11 тысяч Чиновников Напишетали Покаянные Письма Что они Вот здесь Значит Что-то сделали И их всех Простили А мы Говорим Нет Всех Надо Расстрелять Вот Их Говорят Перестаньте Выпускать Много Продукции С использованием Угля Так далее То есть Перестаньте Загрязнять Атмосферу Они говорят А у нас Миллиард Голодных Людей Нищих Людей За два Десятилетия Они 400 тысяч 400 миллионов Вывели Из нищеты Но они говорят Мы не можем Остановить Эти производства Поэтому давайте Мы вложимся В экологию А остальные Все равно Будут Работать Трудиться Чтобы им Заработать Хлеб Это тоже Входит В теорию Толстого Там три Его Называет Ганди Основных Правила И это Правило Не участвуй Во зле Трудись Ради Хлеба Не пропагандируй Зло То есть Живи в любви Вот И этим Ганди победил Ганди мы Хвалим Любой Кто услышит Ганди Считает О святой Махатма А Ганди Ганди говорит Что он стал Таким Благодаря Учению Толстого Ну как тогда Относиться К Толстому К умному Человеку В комментарии Которые Я вам Прочитал Здесь Пишут Вот эти Умные Интеллигенты Они замучили Да Всех Это именно Из-за их Значит Умствований Такие Не было в нем Никакого покаяния Его гордыня Не позволит Церкви его простить И вся история Человечества Пошла путем Каким Пошла А именно Отвечая на все Его вопросы Интеллектуальные Опусы Показывая На практике Его идеи Что привело Мир И к гулагам И к концлагерям Гитлера Вот цена Гордыни Интеллектуалов Как Толстой К этому Причастен Гитлеру К гулагам Если он Как раз Говорит Все наоборот То есть У нас В понятии Вот Некоторых Таких В том числе И церковь Поддерживает Что его Анафеми Придавали Он там Чего-то Там против Такого Чего И он Никакого Безбожия Не Предлагал Он везде Считает Что переход К любви Это и есть Главная Заповедь Христа Он везде Христа Ставит Как Самое Главное Основание Этой любви И этому Непротивлению Зла Насилия То что он В другой форме Видит Религию Ну Видимо Да И больше того Мы знаем Что как народ К этому В конечном итоге Через несколько лет Отнесся К этой церкви Что он с ней сделал И я Келья Старца И все остальное Здесь вот Пишут Что если бы он Пошел Не было бы революции Если бы он Вошел в келью И так далее Слушайте Эта история Была неизвестна Народу Вообще До Тридцатых По-моему Годов Я не помню Кто Ее Сестра Что ли Но в общем Никто Про эту историю Не рассказывал Народ По крайней мере Точно не знал Что там Куда-то Пошел Толстой К старцу И все остальное Толстовство Было в другом виде Поэтому Дорогие мои Я то думаю Что Как раз Требую Покаяться От народа В том Кого-то Кого-то там Якобы Выступал И он Во всем Виноват И поэтому Я думаю Что Вот эта Теория Непротивления Злом Насилию Теория Проживания В любви Она должна Вообще-то Стать главной У нас В стране И здесь Тем Кто В обратную Сторону Призывал К крови К убийствам К подавлению Значит Этой любви Им надо Каяться-то А не тем Кто Как Толстой Звал К такой И тогда Мы Может быть И будем Как в Индии Или Как в Китае Или Как в Японии Я вам Перечисляю Те Значит Страны Где Народ Богоносец Считается Ну в разном Виде Там В Индии Это точно Японии Точно Но Китай По-другому Все это Объясняет Что Главная Власть Народа И Вот власть Тут как Богоносность Выступает Понятие Такой Власти И Не вернувшись К этому И мы С вами Ничего Не сделаем Если Мы так И будем Продолжать Что у нас Есть некая Элитка Которая Должна Жить Хорошо А все Остальные Так Народец Небогоносец Значит Лишь бы С голоду Не помирал То Не будет Никакого Развития Не будет Никакого Развития Вся 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 Эта Интеллектуальность Вся Это Творчество Оно Идет От Я уж Извиняюсь От Людей Имеющих силу К этому Творчеству У голодных Выразил Гули-гули Что Вся От Интеллектуалов Проблемы Хотя У Толстого Там тоже Есть Что Наука Вместо Религии Объявлена И теперь Все Занимаясь Наукой Выставляя Ее Как Свидетельство Тоже Запутывают Друг Друга Но Это Уже Другая Тема Все Здоровья Вам Всем Радости Аминь